Продолжаем чтение книги, беседанной Евангелия от Марка, священносповедника Василия Кенишенского. Мы заканчиваем чтение сегодня этой книги главой 16, её толкованием. Первое явление было Марии Магдалини, как читаем Евангелие от Марка в 16 главе 9 стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава 11-18. Непосредственно затем Господь явился и другим женщинам-мироносицам. Евангелие от Матфея 28-9-10. Третье явление было апостолу Петру, Евангелие от Луки 24-31, 1 Коринфянам 15-5. Подробности этого явления совершенно неизвестны. Четвёртый было двум ученикам на пути в Маус. Евангелие от Луки 24 глава 13-35 стих. Пятое десяти ученикам собрано вместе, причём среди них не было апостола Фомы. Евангелие от Иоанна, 20 глава 19-23 стих. Шестое тем же ученикам вместе с Фомою Евангелие от Иоанна, 20 глава 6-29 стих. Седьмое семьи апостолам на озере Тивериадском, о чём подробно рассказывает святой Иоанн. Богослов Евангелие от Иоанна, 21 глава 1-23. Восьмое на горе в Галилее более нежели пятистам ученикам и одиннадцати апостолам вместе с ними. Евангелие от Матфея, 28-17, 1 Коринфянам 15-6. Девятый апостолу Якову, об этом явлении нет упоминаний в Евангелиях, но о нём говорит апостол Павел. 1 Коринфянам 15-24 стих. Десятое явление было прощальным и закончилось вознесением Господним. Читаем Евангелие от Луки, 24 глава 15-51. Кроме этих явлений, упомянутых в Евангелии, несомненно, были и другие, о которых подробных сведений не сохранилось, ибо по свидетельству книги Деяний Господь после Своего Воскресения, подложение сорока дней являлся ученикам, говоря им о Царстве Божием. Деяния апостолов, 1-3. Если Господь столько раз являлся в разных местах, разным лицем, то как можем мы не верить в свидетельство стольких очевидцев? Неужели все они были обманщики или экзальтированные мечтатели, грезящие наяву? Предположение совершенно невероятное, и допустить его в угоду неверующим мы не можем. Без Воскресения Христова невозможно объяснить и тот перелом, какой произошел в душе апостолов, ведь апостолы ученики Христа до последнего момента не знали, зачем приходил Божественный Учитель, не понимая его учения, предостерегали его от ожидающих его страданий, и все слова Христа толковали в земном материальном смысле. И вдруг через какие-нибудь три дня, не более, они все поняли, все уразумели, постигли учение Христа так глубоко, как может быть никому из наших современников не удавалось постичь. И слабых, запуганных людей, они вдруг становятся смелыми, решительными, убежденными проповедниками нового учения, за торжество которого они почти все отдали свою жизнь. Ясно, что в этот небольшой промежуток времени произошло что-то необыкновенное, что потрясло их до глубины души и наложило неизгладимую печаль на их убеждение. Стоит только отвергнуть воскресение Христа, и этот перелом будет совершенно непонятен и необъясним. С признанием же этого чудесного факта все для нас будет просто ясно и доступно. Без факта воскресения не имел бы достаточного основания необычайный энтузиазм апостольской общины, и вообще вся первоначальная история христианства представляла бы собой ряд невозможностей. Воскресение Христова образует исходный пункт для новой жизни в сердцах учеников. Оно превращает их печаль в необычайную радость, павшим духом внушает мужественную решимость, и с бедных рыбарей делают мировых учителей и проповедников. Ни один факт не оставил столь глубоких следов в истории, как этот. Вся история последующих веков представляет развитие и распространение христианских идей, и центральной из них является весть о воскресении. Без признания этого факта вся история превратилась бы в грубую и нелепую фантасмагорию, понятие объяснить которой невозможно. В самом деле, если весть о воскресении была не более как обман или игра воображения, то каким образом всё человечество, по крайней мере человечество культурного мира, могло находиться под гипнозом этого обмана целое столетие? Никто объяснить этого не сумеет. Нет. Что бы ни говорили противники христианства, мы всё-таки с твёрдым убеждением и радостной верой скажем «Христос воскресе». В этом факте воскресения Христова торжество нашей веры, торжество правды, торжество добродетели, торжество жизни, торжество бессмертия. Воскресший Христос есть краеугольный камень веры нашей. На здании бывший, говорит апостол Павел, на основании апостол и пророк сущу краеугольную самому Иисусу Христу. Послание к Эфесину, 2 глава, 20 стих. Если Христос воскрес, то Он не такой смертный, как мы. Мы можем верить в Его божественность и в божественное происхождение веры нашей. Если же Он не воскрес, то Он, конечно, только человек, а не воплощение Божества. Если Он не воскрес, то мы вправе подвергнуть сильнейшему сомнению все Его чудеса, все то, что Он говорил о самом себе, все то, что обещал людям. Если же Он воскрес, то это и есть чудо из чудес, перед которым бледнеют все другие евангельские чудеса, принятие которых не представить уже тогда никаких затруднений. Без воскресения Христова невозможно было бы и пробовать апостолов, основанной на вере воскресшего Господа и распространившую эту веру по всему миру. Не все ли апостолы усомнились в том, что Христос есть Мессия, пока они не уверились в Его воскресении? Не все ли они, как предрек Спаситель, расселись, как овцы, не имущие пастыря, даже по воскресении Господа, как трудно было уверить некоторых из них, что Он действительно воскрес. А без этой уверенности разве вышли бы они на всемирную проповедь? И разве обратился бы мир, погруженный во тьму язычества, к вере христианской без этой проповеди? И что бы они начали проповедовать? Как бы они сказали, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, как читаем в первом послании апостола Иоанна Богослова, 5 главе, 13 стих, когда сам Сын Божий оставался бы мертвым, как бы они сказали, Иисус Христос вчера и сегодня, и во веки тот же, в послании к евреям, 13 главе, 8 стих, когда бы всякий знал, что Он был жив, а потом мертв. Таким образом, без воскресения Суда Христа гроб Его был бы вместе и гробом веры христианской, потому что все, прежде верующие в Него, перестали бы верить, потому что никто не принял бы на себя труда проповедовать веру в Него, потому, наконец, что эта проповедь сама по себе не стоила бы доверия. Но теперь гроб Иисуса Христа стал святилищем, ибо в Нем совершилось торжество веры христианской. В воскресении Христова есть торжество не только веры нашей, но и правды вообще. Если Христос не воскрес, то мы вынуждены признать нечто ужасное, невероятное, именно что фарисеи, книжники, пересвященники, иудейские были правы, сын же Человеческий был неправ. Почему? Потому что, удостоверяя свое божественное достоинство, Христос указывал то, что Он воскреснет третий день. Рот лукавый, прерыводейный, говорит Он фарисеям, требовавшим знамени, ищет знамени. И знамени не даст ему, кроме знамени Иона Пророка. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Как мы читаем в Евангелии от Матфея, 12 главе 39-40 стих. Этими словами Господь вполне определенно указывает на свое воскресение, как на знамени своего божественного посланчества. И, следовательно, если Он воскрес, то свидетельство Его истина. Предсказание оправдалось. Мы можем верить в Него и в Его учения. Если же Он не воскрес, то, значит, в своем ответе фарисеям Он сказал неправду. Значит, Он сам заблуждался. И правы первосвященники, признавшие Его простым человеком, расставшие Его как обманщика за то, что, будучи человек, делал себя Богом, как читаем в Евангелии от Иоанна 10 главе 33 стих. Стоит только отвергнуть воскресение, нужно будет отвергнуть и праведного святого Бога. Нельзя будет верить в победу правды и добра, если Иисус Христос погиб позорной смертью, погиб так же, как Иуда, как хулящий разбойник. Какая может быть речь о победе вообще над злом, над неправдой, когда Христос не воскрес? Если эта всесовершенная нравственная личность, без всякого пятна и порока чистая, бесконечно великая и сильная по своей бескорыстной любви, повеждена ненавистью, подавлена грешными и неостойными людьми, потерпела самую жалкую неудачу в своих идеальных стремлениях, если это чистейшее существо, находившееся в таком искреннем общении с Владыкой Мира, как Сын со Своим Отцом и Ему, одному служившие, осудили неправедным судом, замучили, опозорили, распяли и умертвили на кресте, и Бог не обнаружил никакого сострадания к нему, допустил бесславно погибнуть и не проставил его в торжестве воскресенья, то значит нет правды на земле, нет ничего чистого и святого в этом грешном, грязном и пошлом нашем мире. Если победили Каиафа и Иуда, то уничтожен самый принцип правды, тогда добро бессильно и никогда не сможет одолеть неправду, тогда зло – законный царь жизни, тогда на кресте совершилось нечто ужасное, зло восторжествовало, над воплощенным добром ложь над истинную, пошлость над величием, ненависть над чистотою, самолюбие и ненависть над любовью и бескорыстием. Кто же после всего этого может еще искренне верить в последнюю победу добра и правды? Но если Христос воскрес, то это значит, что правда и добро оказались могущественнее зла. Тогда его воскресение есть твердое ручательство за возможное спасение каждой нравственной личности и за окончательную победу правды на земле. Тогда можно верить, что есть правосудный Бог, есть правда, есть добро. Более того, можно верить, что придет Сын Человеческий, восслави Отца Своего, и тогда воздаст каждого по делам Его. В воскресении Христово есть, наконец, торжество бессмертия. Здесь жизнь восторжествовала над смертью. И мы вместе с апостолом можем сказать – смерть, где твоя жала? Ад! Где твоя победа? Как читаем в послании 1 Коринфянам 15, глава 55 стих. Если Христос не воскрес, то мы могли бы утверждать, что закон смерти непобедим, и что смерть никогда никого в конечном итоге не выпустит из своих челюстей. У нас не было бы ни одного примера полной победы над смертью, ибо если мы и знаем случай воскресения, например, Лазаря, сына Наринской вдовы и другие, то эта победа была лишь временная. Смерть только на время уступила своей жертве, а потом снова поглотила их. Без воскресения Христова мысль о бессмертии таким образом оставалась бы всегда под большим сомнением. Но если один сын человеческий воскрес и не поглочен смертью, то значит, бессмертие не мечта, не праздная фантазия, значит, оно возможно в вечности, как действительный факт, и в этом мы имеем несомненное ручательство. И наше бессмертие, бессмертие всех сынов человеческих, мы можем верить, что и мы воскреснем вслед за Христом. Почему апостол Павел и утверждает, Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый, пришествие Его. Читаем 1 Коринфянам 15 главе 20, 22, 23 стих. Отсюда должны сделать и дальнейший вывод, имеющий для нас громадное значение, «Если существует бессмертие, то вся жизнь приобретает глубокий смысл, как подготовительный период будущей вечности. Если же бессмертия нет, то жизнь не что иное, как странная непонятная бессмыслица, нелепость». Для чего, скажем, словами апостола и мы, ежечасно подвергаемся бедствиям, станем есть и пить, и вы завтра умрем? Как читаем 1 Коринфянам 15 главе 30, 32 стих. Понятной становится мрачная фантазия одного неверующего писателя, упёршегося в этот роковой вопрос. «Для чего? Я в гробу», — пишет он. «Черви гложет моё тело, а крот тихо роет свой тоннель под мои могилы. Странная, бессмысленная тишина». Стоило ли столько лет мыкаться по белу свету для того, чтобы в конце концов попасть в это ужасное место? Стоило ли испытывать то огромное количество нравственных и физических мук, которые пришлось переиспытывать мне на протяжении моей жизни, чтобы в результате попасть в беспощадные руки смерти этого единственного реального божества, которое злорадно опустило меня в беспросветную тьму могилы? Какую непонятную нам цель преследует природа в этом диком процессе разложения, для чего я и многие другие смертные старались скоплять в своём мозгу на протяжении всей своей жизни этот запас сведений, это богатство знаний. Я изучил 10 языков, я прошёл высшую школу, я работал над многими вопросами человеческого знания, затратишье на всё это массу нервной энергии. Теперь мой труп в гробу. Куда же делось? И во что обратилась вся эта масса затраченного мной труда? Она пропала, безозвратно погибла. Громадный червяк вполз в мою левую ноздрю и с трудом, пробирая сквозь набухшую, разложившуюся слизистую ткань, достиг нервного вещества головного мозга. Достиг и начал всё глубже и глубже внедряться в него, выедая постепенно и те божественные участки моего мозга, в которых хранились драгоценности накопленного мною при жизни знания. Стоит ли рождаться на свет? Стоит ли жить? Стоит ли работать после всего этого? Конечно, не стоит, если нет воскресения, нет бессмертия. И для неверующих в будущую жизнь на все мучительные вопросы для чего, зачем, ответа нет. Только мрак, уныние, ужас. Но Христос воскрес, и для нас всё становится ясно, прозрачно, понятно. В Его воскресенье разрешаются все вопросы о целях и задачах жизни. Жизнь уже не дар напрасный, дар случайный, не пустая и глупая шутка, а великий дар Творца человеку, данный для того, чтобы он мог достигнуть вечного высшего блаженства. Наша деятельность, наше служение ближним, не работа данаит, наполняющих бездонную бочку, не пустые труды, без всякой надежды сделать человека действительно счастливым, а с участием в работе Христовой, которая должна окончиться в царстве любви и славы Божией. Самые страдания, которыми полна жизнь, уже не смущают нас, и мы начинаем понимать, что эти страдания готовят нас и ближних наших блаженной жизни с Богом. Что будущее не только заставит страдать и забыть прошедшее, но и заставит их благословлять это прошедшее как путь к радости и счастью. Даже смерть не страшна, ибо для нас это только переход в другую жизнь, более светлую, более радостную, если, конечно, мы будем того достойны. Христос воскрес и для нас открылись врата царства, наглухо закрытые для человека после его грехопадения. Христос воскрес и вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Посланник Евреям, 9 глава, 24 стих. Нам остается только следовать за Ним. Христос воскрес и дал нам новую жизнь, полную благодатных сил. Наше дело пользоваться этими силами. Вот почему для нас так много глубокого, таинственного, радостного смысла в тропаре Святой Пасхи, который никогда мы не перестанем повторять. «Христос воскрес из мертвых смертью, смерть поправ, и сущего гробе живот дровав». Дорогие друзья, я всех благодарю, кто слушал мой противный хриплый голос. Больше благодарю Бога за то, что дал мне дочитать эту великолепнейшую книгу, беседу на Евангелие от Марка, священноисповедника Василия Кенишенского. Дал бы Бог, чтобы всё, что мы с вами слушали и слышали, послужило нам ради нашей пользы, пользы ради спасения наших душ. Субтитры создавал DimaTorzok